Выставку профессора в ГИК в Рязанском художественном музее ждали давно. Экспозиция иллюстрации к мертвым душам, выполненных в технике шелкографии, продолжение большого выставочного проекта 2016 года, который проводится в России в рамках Года кино. 40 иллюстраций к поэме «Мертвые души» в сопровождении показом мультипликационных фильмов, созданных Алимовым в киностудии «Союзмультфильм», так хорошо знакомых зрителям старшего поколения. Вот почему выставка вызвала такой ажиотаж уже в день своего открытия. Знакомая всем со школьной скамьи галереи гоголевских помещиков, говорящие фамилии, яркие кричащие образы оживают в иллюстрациях художника Сергея Алимова, который сумел не только уловить гоголевский гротеск, но и пугающе, мистически наполнить образы жизнью. Подобрать графический ключ к мертвым душам далеко не просто, однако Сергею Алимову удалось в некоторой степени стать соавтором Гоголя. Он создал пластическую интерпретацию гоголевских персонажей и дополнил яркие словесные образы анимационным видением. Эта гоголевская тема, она настолько мне родна, потому что я, вот так сказать, родившись и мои любые места центральной области России, где происходило как раз все действия Павла Ивановича Чичикова и его авантюра по поводу мертвых душ, это настолько мне близко, что я просто и пейзажи, и персонажей я черпал именно из той среды, которая меня окружала всегда. Сергей Алимов работает в книжной графике много лет, и за это время он проиллюстрировал сотни произведений мировой классики. История одного города и господа Головлёва Салтыкова-Щедрина, мастера Маргарита Булгакова, приключения барона Мюнхгаузена, Распе и другие. К гоголю Сергей Александрович обращается в течение всей своей жизни, изображая образы в разных техниках, карандаш, литография. Работы, представленные в художественном музее, стали условным обобщением персонажей, созданных классиком. Работать выставка будет до 27 ноября.